Ладно, я ребят, сердцем не столичь, честь, чтобы мы были там в консадах. Дальний путь собрались мы, в этот край-таёжный, только самолётом, вот тогда день. 50 лет назад началась одна из самых грандиозных строек СССР. Возведение Байкала Амурской магистрали объединило молодёжь со всех республик Союза. Именно там познакомились Фёдор Фёдорович и Зинаида Ильинична. Мы встретились на БАМе, познакомились и создали семью. И вот мы уже 31 год живём вместе. Нашему общему сыну 30 лет. Она была мастером, я работал на хране в Северомонске, а она мастером по грузу разгрозочных работ на железной дороге. Впрочем, юбилей строительства БАМа не единственный повод для встречи. В этом году отмечается также 20-летие образования российских студенческих отрядов. А также 65-летие движения в целом. Сегодня судотряды Бурятии каждое лето помогают на Камчатке. Путина, которая прошла 24-го года, это была самая лучшая путина за все мои года, которые я ездил на Камчатку. Хочу похвастаться на Камчатке. Мы кушали шашлык на берегу Охотского моря. Запивая это все горячим бурятским молочным чаем. Ежегодно заявки меняются, но в среднем от 100 до 160 человек, которые как раз являются представителями Республики Бурятия, студентами учебных заведений Республики Бурятия. Здесь же ветераны грандиозной стройки передали молодежи знамя БАМа – символ преемственности и знак продолжения трудовых подвигов. Поздравляю ветеранов с 50-летним юбилеем БАМа. Я поздравляю всех ребят с 65-летием движения РСО. И очень надеюсь, что это движение будет еще многие-многие годы жить. А вы передавайте те традиции, которые передают вам старшие. И улетаю, считай, самолет, сердце с ног сбереги. Под крылом самолета черно-поет, зеленое полетайки. Дорожий Семенов, Мунко Бадеев, телекомпания АТВ.